Мы сейчас все сделаем, не переживайте. Последний прием Евгения Ройзмана в должности мэра стартует в 9 утра. У кабинета небольшая толпа. Помощницы оперативно записывают пришедших. Как и мэра, их можно узнать по красной футболке. На настроение нормально, народу много записалось. Постараюсь сделать максимум. Как и все последние пять лет, люди приходят с жалобами на чиновников, коммунальщиков или по квартирному вопросу. Даже монархисты пришли просить памятник Александру Второму. Помогут здесь или не помогут, но точно выслушают. Ройзману жалуются, несмотря на то, что в кресле мэра он последний день. Вот он был мэром, я как-то не решалась обращаться. Ко всем обращалась, кроме него. А вот дочка вчера посмотрела в интернете, говорит, Ройзман последний день прием объявил. Примет всех. Ну я подумала, что да, я пойду. Екатеринбуржец Глеб Потапенко погряз в судах с коммунальщиками, которые не желают восстанавливать железную дверь в подъезде. Созвонили с директором управляющей компании и вроде бы договорили, что я отказываюсь от претензий на деньги, которые я ввалил в этот судебный процесс, а они ставят дверь и нормально все делают. Вы что, папа? Жульники! Эту посетительницу Ройзман не отпустил, пока не выслушал до конца. Почему-то уходите, да. Вы же мне понравились, что-то. Понятую, что-то было, это так. Кто-то на последний прием к мэру идет не с жалобами, а с букетом цветов. Я пришел поддержать его в тяжелой ситуации. Трудно сказать, что лица потеряна, что народ его поддерживает, люди любят. И это просто уникальный человек, ну, такого мэра, наверное, больше не будет. Евгений Ройзман обещает, сегодня будет вести прием до последнего человека, сколько бы их ни пришло. Остальных будет принимать уже в собственном фонде. Правда, уже без мэрских полномочий. Где-то поубавится рычагов, а где-то руки развяжутся. Поэтому нормально. Ладно, побежал я работать. В соцсетях екатеринбургцы сегодня придумали флешмоб. Горожане, симпатизирующие действующему мэру, оделись в красное. Именно в красной футболке вместо рубашки и галстука Ройзман запомнится тысячами екатеринбургцев. Антон Захаров, Сергей Мисаров и Александра Филипова. Настоящее время. Екатеринбург.